Хочу спросить у вас, вот как вы думаете, вот этот стих, я еще раз зачитаю, значит, Еремия 29.11 Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Вот я хотел спросить у вас, чтобы вы поделились просто, как вы думаете, какие намерения у Бога, у Отца лично для вас, и что Он хочет дать тебе. Просто вот так, ну, перечислите, что у вас вот есть первое самое, любимое, с тебя начнем. Просто я знаю, что Господь хочет нам только хорошего, и в зависимости от того, какой мы делаем выбор, то есть Он нам дал свободу выбора, и Он благословляет наш выбор, и благословляет, ну, куда бы мы ни пошли. Ну, понятно, что Он не грех, благословляет, а все наши плохие намерения, добрые дела Он благословляет. И мерение во благо, это значит, что, ну, на добро, на все хорошее, благословляет нас. Потому что Он же сказал про законе благословения или проклятия. Понятно, что никто из нас проклятие не выбирает, но выбирает благословение. И Он благословляет нас на нашем выборе. Аминь, Борячка, ты что я вижу? Такой вопрос еще? Ну, что ты видишь, какие намерения у Отца Небесного для тебя есть? Какие у Него вот блага есть для тебя? Что ты думаешь об этом? Ну, чтобы я от тебя хорошо жила. Чтобы у меня все время было все хорошо. Аминь. Чтобы у меня было все, что я хочу. Аминь. Только может правильно говорить на намерение, а на намерение нет. Ну, можно и так, и так, а суть не меняется от этого. Хорошо, Давидушка, а ты все равно хорошо. Хорошо. Ну, какие-то, ты что-то видишь вообще, вот какие намерения есть у Отца Небесного для тебя? Все. Хорошо, дорогие мои. Это очень здорово, что вы уже понимаете, что все, что приходит от Бога в нашу жизнь, это хорошее. Это уже очень хорошо. Ну, потому что, ну, если ты от Бога ожидаешь кроме хорошего еще что-то, то ты тогда даешь просто уже место кому-то другому в свою жизнь. Потому что от Бога намерение все для тебя во благо. У Него нет никакого зла для твоей жизни. И вы это понимаете, это очень здорово. Но я хотел, вот на основании, вот на вот этом основании, понимая, что от Отца с Небес приходит из Духа, ну, из Духовного мира приходят все благословения в нашу жизнь. Вот здесь, на земле, и Бог хочет этого. Но смотрите, как интересно. Он так устроил, что дал нам сознание, дал нам разум. Написано, что разум верный у всех призывающих имя Господне. И у нас есть ум Христов. Если, вот здесь стих еще, он дальше говорит, если вас зовете ко мне, и, значит, и пойдете и помолитесь, я обязательно услышу вас. И взыщите меня, и найдете. То есть, ну, Бог, Он ожидает от нас, что мы будем видеть то благо, которое Он приготовил для нас уже. Вот для чего у нас есть способность воображать в своем сознании какие-то картины рисовать? Для чего? Вот в Иисусе Христе, вообще интересно, до Иисуса Христа, до жертвы, до смерти и воскресения Иисуса Христа, по сути, веры не было. Ну, она была, но это была не та вера, которая явилась в Иисусе Христе. Написано, что до пришествия веры мы были под, ну, не мы, евреи, были под детоводителем, это закон был детоводитель ко Христу, до пришествия веры. Но когда пришла вера, а вера пришла, когда Иисус умер за нас и воскрес, то есть теперь, смотрите, вера, она связана с воображением с нашим, с нашей способностью мечтать и видеть какие-то вещи для себя. И когда ты хочешь что-то получить от Бога, ты всегда можешь видеть хорошее, ты можешь видеть благо. Вот я всегда вспоминаю, когда-то еще в Бахмаче, еще давным-давно, уже столько времени прошло, еще вас не было даже, и мама очень сильно имела откровение, ваша мама очень сильно имела это откровение, что нужно всегда видеть конец в начале. То есть всегда, когда ты видишь то, куда ты идешь, то уже когда ты видишь это, это уже 50% того, что это пришло в твою жизнь. Когда ты видишь ясно конец, то вот это то, что ты видишь, дает силу тебе двигаться вперед. Если ты не видишь, то ты и силы не имеешь, чтобы идти к этому. То есть наше воображение, оно взаимосвязано с тем, во-первых, с нашей верой и с той силой, которая осуществляет вот это ожидаемое. Вера же это осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. То есть мы видим конец в начале, и когда мы его видим, смотрите, ты уже начинаешь это видеть, ты начинаешь так думать. Когда ты видишь реальные картины уже в своем воображении, то это вызывает какие-то эмоции у тебя. Ты начинаешь переживать ту радость, которую ты можешь уже увидеть в воображении своем, к чему ты идешь. Ты уже эту радость можешь переживать. И когда вот эта радость реально наполняет твое сердце, эмоционально вот это происходит, я не знаю до конца, как это работает. Я не могу всего этого объяснить. Просто я верю, что тогда сила какая-то, вот сила Божья начинает проявляться, чтобы это приходило в твою жизнь. Во-первых, тогда ты начинаешь говорить правильные слова, потому что ты видишь уже, куда ты идешь, и уже даже, ну, твои мысли, твои вот все цели, твои все планы, все, как ты общаешься с людьми, она уже, уже эта цель, она уже подчиняет это все себе. И это все происходит в твоем сознании, в твоем сердце. Это все в тебе самом происходит. И ты начинаешь говорить уже это. Знаете, вот когда-то мы говорили о законах веры, что когда ты говоришь, ты еще не веришь ни во что, еще не знаешь ничего, но потом начинаешь мечтать, что-то увидел, и ты начинаешь думать, я хочу вот этого. Но ты не можешь в это еще поверить, и ты начинаешь просто говорить сначала. Для чего? Для того, чтобы в твоем воображении создалась картинка, образ, чтобы ты мог увидеть этот образ. И ты говоришь для веры, ты говоришь для того, чтобы у тебя появилась эта вера. Вера, уверенность в невидимом. Когда ты уверен в невидимом, твоя уверенность, она уже осуществляет это. То есть, вот этот стих, Евреям 11.1, там написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот когда ты уверен в том, чего ты не видишь, ты уже уверен, твоя вот эта уверенность, это уже есть осуществление того, что ты ожидаешь. То, что ты видишь верой, если хорошее, смотрите, от Бога всегда хорошее. Мы здесь прочитали, что Он имеет намерение во благо, только благо для нас. Я всегда могу видеть благо для себя. Вот я, допустим, на своем примере, как я увидел, как у меня это происходит. Я обычно, ну, когда вообще вот не знаю, о чем думать, о чем, как, что, какие-то картины, я начинаю сразу видеть себя в любви. Я начинаю видеть себя, вот, конец, начале. Мы все призваны для того, чтобы вечно жить в любви, в этом неприступном свете, где нет уже никаких войн, никаких болезней, нет уже никаких, ну, скандалов, ссор, никакого нету, ну, чтоб тебя кто-то не принимал. Или ты там что-то хочешь, а тебя не получается, неисполненных желаний там уже не будет никогда. Там не будет никогда никаких препятствий, которые бы, ну, тебе жизнь портили. Там только хорошее. И я вот начинаю смотреть и видеть себя там, в любви. И потом оттуда, ну, оно, надо проводить время, конечно, с отцом, надо поговорить с ним, надо просто провести время. И вот когда ты находишь в своем сердце и слышишь, как Бог говорит тебе, и находишь какие-то вещи, которые откликаются в твоей душе, тебе хочется этого. Ты видишь, что вот к этому хочешь прийти, тебе вот этого хочется. Я хочу, чтобы у меня было вот это в моей жизни. Я хочу, чтобы вот такая жизнь была вот, ну, в отношении, допустим, где я буду жить, как я буду трудиться, чем я буду, ну, служить людям, как я буду людям, ну, вот реализовывать свою жизнь для того, чтобы благо делать. Потому что мы же дети отца нашего, который дает только благо. И значит, мы тоже живем для того, чтобы давать только благо, больше ничего. И когда, понимаете, вот когда я вот так вот это вижу, конечно, нужно больше, ну, думать потом детально, вот детали какие-то видеть. Вот как Давид, допустим, он видит, что он хочет быть в колледже, и все. Вот он хочет уже, и он видит это, он уже видит, как он экзамены эти будет сдавать, как он там уже решает, он поступит на, ну, как это будет у него, на, как это, ну, что будет государство еще оплачивать ему. На бюджет, или ему придется платить за обучение. И вот как ты увидишь, Давид, вот как ты увидишь это, вот так и придет твою жизнь. И посмотри, очень легко видеть, ну, свое предназначение и вообще свою жизнь, зная, что ты хочешь получить это от Бога только в свою жизнь, и точно зная, что он только благо тебе дает. И ты уже, твое сознание, вот он нас так создал, чтобы мы в своем сознании сами приняли для себя, что мне благо, что мне нравится, что для меня есть основанием для моего будущего, что дает мое будущее, вот счастье мое будущее приносит, что надеждой для меня служит. И когда вот эти вещи я начинаю видеть, вот это и есть видеть конец в начале, и видеть каждую, ну, каждую какую-то вот, каждый этап своей жизни. И я понимаю, что мы не способны каждый все это увидеть. И даже когда мы видим, это не значит, что уже так будет и все, надо всегда быть гибкими, надо доверять Духу Святому. Иногда мы учимся даже в своем воображении, что-то выбираем, а потом корректируем или вообще меняем потом это. Но важно понимать сам принцип. Самое главное понять принцип, что если ты будешь строить свою жизнь вместе с Отцом, вместе с Богом, то там всегда будет благо в твоей жизни, даже если что-то неожиданное случится. Все равно он говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Твоя жизнь это просто проявление Божьей славы, потому что вся земля наполнена славой Божьей. И слава Божья это сыновья Его, это сыновья Бога, дочери Бога. Это слава Божья на земле. И он, поэтому он и имеет эти намерения во благо. Поэтому у него есть только добро и любовь к нам. Только то, что приносит нам радость и наслаждение. И там Рокеремия говорит, там нет никакого зла. И апостол Павел в 1 Коринфянам 13 главе, он там описывает о любви. И там тоже любовь это и есть Бог. Это та вечная жизнь, которой мы предопределены, уже предназначены к ней. И мы уже имеем эту жизнь внутри себя. И вот там говорится, что любовь никогда даже в мыслях зла не носит. Даже в мыслях нет злого ничего. Представьте, если вы будете детьми Отца вашего Небесного, если вы будете подобно Ему мыслить. Если вы будете, вот как Он говорит, Он дает солнце и добрым, и злым. Он вообще не смотрит на зло и не мыслит об этом. Он просто дает то, кем Он есть. И если в тебе живет Дух Святой, ты такой же, как Отец. Иисус, для чего Он пришел? Он пришел, во-первых, чтобы соединить нас в себе вместе с Богом. И первое, что Он сделал, Он показал реальный пример жизни здесь на земле, во враждебном мире. Какую жизнь прожил праведный, святой Иисус Христос. И мы смотрим, что здесь тоже всегда Он был сохранен от зла. Всегда. От самого рождения Его все время хотели убить. Все время хотели уничтожить. И сверхъестественно была защита. Ангелы служили. Его увезли в Египет, когда там нельзя было вообще выжить на той территории. Потом Он пришел, и все обеспечение было у Него. Пришли волхвы там с Востока, вот эти люди, которые вообще непонятно, что за цари там такие с Востока. Принесли там караваны драгоценностей. Там было столько всего, что и золота, и мира, и там драгоценности всевозможные были. Представьте, все предусмотрено у Отца, чтобы тебе было хорошо. Самое главное, самое важное. Видеть всегда конец, вначале. Учиться жить, видя благо для себя. Отвергать все злое из своего сознания, из своего сердца. Не принимать плохое никогда. Никогда не думать. Знаете, бывает так, что люди смотрят на что-то, там ничего плохого нет. А они уже увидели там что-то. Вот как, допустим, число 13. Знаете, там говорят, что это там чертова дюжина. То есть, плохое число. И в этот номер нельзя уже даже поселиться, если там номер 13. Это же сатана специально обманывает людей, как в Эдемском саду он обманул. Бог создал все совершенно прекрасно, а он пришел и что-то подсказал Адаму и Еве. И эта подсказка принесла зло. То есть, если, смотрите, если бы он не подсказал Адаму и Еве, то это дерево добра и зла никогда бы не принесло никакого зла никому. Оно ничего плохого бы никому не причинило вреда. И точно так же числа эти, все числа Бог придумал. Дьявол только разрушает, он ничего не может придумать. И я знаю, что число 13 это благословеннейшее число. Это число соединения Бога и человека в Иисусе Христе. Один Бог, треединый. Человек, дух, душа и тело. В одном Боге человек. Человек в едином Боге. И это все единение через Бога и человека в Иисусе Христе. Это число самое благословенное число для меня. Я знаю свидетельство по поводу 13 числа. Давай. Я слушала интервью с одной парой, с супругом. И они говорят, что они пошли, подали заявление на 13 число. Там сентября, кажется. И говорит, на это число вообще никого не было. То есть, ну, никто не хотел 13-е жениться. А все были на следующую субботу. Тут все были записаны. И говорит, мы пошли спокойно, говорит, ну, все расписали, все сделали. А на следующую субботу вообще, говорит, такой ливень, такой ураган. И все, говорит, там мокрые все. А мы, говорит, спокойно все пошли, без очередей, без ничего. Благословенно все. Да. Слава Господу. Давайте, дорогие мои. Я просто хочу, вот сегодня у нас такое хорошее получилось общение наше. Слава Господу. И хочу просто, чтобы мы вот сегодня вынесли вот такой урок для себя. Что мне нужно всегда ожидать от Отца Небесного только благо, только хорошее. И строить свои планы в своей жизни. Вот на этом основываясь. Что благо обязательно придет в мою жизнь. Если моих сил не хватит, сверхъестественно, Бог проявится. Ангелы будут служить. Бог проявится чудесным образом. Но я смогу пройти через все, потому что Отец хочет давать мне благо. Давайте просто вот сейчас помолимся об этом. И чтобы действительно, ну, наше основание нашей жизни было то, что есть у Бога для нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.